Так, Аделя Гелазова написала Привет, чё как там быть учителем? Учителем, смотря где, смотря каким, смотря чего Наверное, она имела в виду Чё как там быть учителем английском во Вьетнаме? Это круто, мне очень понравилось Я обалдел, потому что вот эта работа прям по мне Я потому что ленивый, болтливый и харизматичный, как мне сказали, как мне говорят Обаятельный, типа, обаяшка, ой, какая обаяшка, боже, обой гад, обой гад Короче, работа была по мне, потому что с меня требовалось приходить и болтать Потому что обучением непосредственно занимались вьетнамские учителя Которые говорили на английском Вот они занимались обучением, именно обучением Там правила всякие, всё такое А я был человек практика То есть я помогал ребятам, ученикам преодолевать языковой барьер Это очень важно Это у нас не практикуется, к сожалению Ну, вроде как, может где-то практикуется, но не так прям Не так прям обширно Хотя это очень круто Вот Ну, что там Плюсы, стоишь в обед Стоишь, просыпаешься, когда хочешь Потому что обычно такие Обычно у меня работа начинается ближе к вечеру Потому что, ну, это после школьного времени детей Просто дети школу закончат Либо выходные, когда дети отдыхают Они идут учить английский Просыпаешься, когда хочешь Времени свободного дофигища Работаешь недолго Поэтому быть учителем очень круто Мне очень понравилось Ну, и там платят хорошо Здесь не знаю, как Здесь, может быть, нехорошо Не пробовал никогда Но там не понравилось Ну, тоже, в общем Пишите об этом в комментариях Если наберется большое количество комментариев О том Об этом О интересности этой тематики А тематика О том Что О преподавании В Вьетнаме Я с удовольствием поделюсь своим опытом Своим мнением Может, какими-то лайфхаками Какими-то приколюхами В этом видео С говорящей головой Так, Мико Шинода Это Ленгкен Парк, что ли, уже? По-русски Пишет Видео про путешествия в Японию Уже не будет, да? Ну, откуда такой негатив-то сразу, ребят? Будет, конечно, все Я же написал, что Россия И все это не заканчивается И После России Япония Китай Там, Корея Все, что хотите Все есть Не то, что все, что хотите Все, что хотите Нет Но все, что у меня есть Все, что я там Все, через что я прошел Это все есть Практически Поэтому Все будет Не беспокойтесь Рахмель Написал Че, как там Райхан Со здоровьем к тебе? Интересная формулировка Посмотрев твои видео Я сам вдохновился И уехал покарать Покарать Не покорять А покарать Чувак поехал Покарать Решил Не покорить даже А покарать Гонконг Гонконг ждет Свои кары От Рахмеля В принципе И продолжаю Это делать Говорит Так что Привет тебе с Гонконга Очень хотел навестить тебя Но, к сожалению Не был в России Спасибо тебе еще раз Без твоих видосов Я бы, наверное Сидел до сих пор В Казани Выздоравливай И увидимся в Азии Пишет Ну, чувак Вообще молодец Удачи тебе Рахмель На половину тезка даже Практически И По-любому Мы с тобой где-нибудь Увидимся В Азии Или не в Азии Или В России Пофиг тебе На планете Земля Короче, увидимся Пишет, что Очень хотел навестить меня Но, к сожалению Не было в России И потом пишет, что Наверное Сидел бы до сих пор в Казани А как ты ездил бы в Казани Если не был в России Ну, я понял Понял На самом деле Когда меня надо было Типа навещать Он не был в России Ну, ничего страшного, чувак Главное Душой Все со мной Потому что Думать обо мне Уже достаточно Для моего Выздоровления Посылать сигналы в космос И сообщения в космос И флюиды Флюиды здоровья Это очень важно Очень полезно Так что Прошу вас Делать это Ради меня Ради моего выздоровления Ради этого видеоблога Ради дальнейших Упоротых историй Путешествий И всего остального Давайте Давайте Идти вместе Вы мне в этом поможете Голд эдишн Написал Чё, как там японка Расскажи про неё Откуда Чё, где, как О, вот здесь По-любому Сейчас Ну, японка Это отдельная история Которая Одним кусочком Видео Про ответ на вопросы Это сюда Не поместится Просто Я и сам Это не хочу Сюда помещать Это потому что Отдельная история Целая И Опять же Пишите в комментариях Если Наберётся Целая куча Запросов Про японку Естественно Я про это расскажу Про неё расскажу Я её покажу И может даже у неё Не то чтобы интервью возьму Попрошу её Чё-нибудь сказать вам Чтобы вы посмотрели Какая она в действии Сейнт Фрэнки Чё, как там Подруга твоя С которой ты жил Во Вьетнаме Вот опять Вопрос про японку И Уже два запроса есть Про японку Поэтому Пополняйте Эти запросы В комментариях Я их Накоплю Посчитаю И как бы В общем Склоните меня К тому Чтобы я Записал Отдельную историю Об этом Потому что Я с радостью запишу Но только когда буду уверен Что вам это интересно Алмаз Мингазов Чё, как там Твой мотик В Дананге В Дананге У меня Дананг Это Город во Вьетнаме В котором я прожил год И я там Уехал в Индию А потом Оказавшийся уже здесь Сейчас перед вами Я оставил В Дананге Во Вьетнаме Два мотоцикла Один я купил Получается Два года назад Уже больше чем Два года назад Во Вьетнаме В Вьетнаме Розовый чоппер У меня был Я на нем проехал Вьетнам Лаос Вот И С ним ездил год Получается И пока Я жил В Дананге Купил еще один мотоцикл Там С автоматической коробкой передач С вариатором И вот эти два мотоцикла Я и оставил в Дананге Они там Остались Стояли Очень долго У моей девушки У нее свой мотоцикл Поэтому она Моими Как бы Не трогала Мои Без разницы Вообще Трогала Не трогала В итоге Я попросил друга Антона Их продать Потому что Я все равно На них ездить не могу Пока что Ну и В ближайшее время тоже Поэтому Как бы Зачем Они мне стоять Зачем они будут Там стоять Винить Попросил его продать Он в итоге Согласился И как бы Начал над этим работать Но придумал Идею получше В общем он Предложил Давай Говорит Я продам Чоппер Продам Точнее Давай чоппер Я продам А автоматический мотик С автоматической коробкой Ну он легкий В управлении И вообще Для Любого человека Для любой девочки Там хоть Самая хрупкая девочка Может управлять Давай Говорит Задим его в аренду Ты как бы Когда приедешь У тебя Во-первых Будет мотоцикл уже Хоть какой-то Во-вторых Будет у тебя Денежка капать Я такой Круто Давай В общем он сдал Его в аренду Своей подруги Своей подруги Вот Ну в итоге Сказал Что Чоппер Мой Ему жалко Продавать Ну ему будет Жалко Как бы Искренне жаль Если На этом чоппере Будет ездить Какой-нибудь Грязный Вьетнамец Поэтому Давай Говорит Я у тебя Сам Его выкуплю Я такой Окей Хорошо В общем мы договорились По цене Он его У меня выкупил А второй Мотик У меня Захотело Выкупить Это подруга Его как раз Ну и в общем Вот так Я их распродал Пока что Ну Чоппер Мы договорились С условием возврата Так что Он Все в полном В порядке То есть Они у меня Как бы есть Их у меня Как бы нет Но они у меня По сути есть Ну С вопросами Разобрались Поэтому Сейчас Го-анонс Я создал Давайте С вами Окунемся В путешествие Автостопом По России Погнали Субтитры сделал DimaTorzok Погнали Погнали Субтитры сделал DimaTorzok